Культпоход Кроме нас, их музыку услышат жители еще 20 городов России После американский доллар возьмет курс на Европу и страны СНГ Месяц назад эти парни записали новую пластинку Следовательно, и концертная программа их на день сегодняшний включает в себя изрядное количество новых композиций Сам же релиз, по мнению музыкантов, на порядок отличается от всего того, что они делали доселе Эта пластинка – новый этап в творчестве коллектива Мы с вами, а также меломаны Украины, Белоруссии, стран Европы и Азии Первыми сможем оценить ее по достоинству Кроме гостей из Штатов, на сцену выйдет уже знакомая многим кировская группа «Топограф Землемер» Все это действие ожидает нас с вами уже сегодня вечером в клубе «Мафия» А если вам нравится группа «ЮТУ», 10 числа будет возможность побывать и на их концерте тоже И что интересно, ехать для этого никуда не надо, а достаточно заглянуть в кинотеатр «Смена» В первые дни самого теплого весеннего месяца на экраны выходит видеоверсия выступления легендарной группы До нас она доберется 10 числа Концерт «ЮТУ» был снят в Южной Америке Это первое музыкальное выступление, которое было запечатлено камерами с контролем движения и в реальном времени Что позволило создать такую живую картинку в 3D Подобные вид съемки дают зрителю почти физически осязаемое ощущение присутствия на концерте Все, снятое в Аргентине, стартует на экране «Смены» ровно в 8 вечера За день до Великой Победы в галерее прогресса даст акустический концерт лидер и вокалист группы «Торбо на круче» Макс Иванов вместе с басистом Алексеем Пяткиным Вряд ли найдется человек в нашем городе, кто не слышал бы об этой группе Макс Иванов родился, как он сам говорит, на родине русской романтики, то есть в Вятке Он закончил здесь музыкальное училище, а затем уехал в Петербург Там и обрела популярность группы «Торбо на круче» Сейчас они гастролируют и выступают на масштабных фестивалях с именитыми рок-музыкантами Начало концерта в 19.30, 8 мая Пока же музыканты будут отчаянно бить по струнам, артисты кировского драматического ударят в ностальгию 11 и 12 мая в театре состоится премьера сатирической повести Василия Шукшина «Энергичные люди» И сама повесть Шукшина и спектакль изобилуют приметами того времени Граненые стаканы, магнитофон «Сония», женские сапоги на платформе и многое другое Чтобы установить максимальное сходство, худрук драм-театр Евгений Степанцев Специально смотрел телепередачи и ток-шоу о моде тех лет А в День защиты детей 1 июня в Кирове начнутся гастроли всемирно известного театра куклы имени Сергея Обрасова По многочисленным просьбам зрителей, Московский кукольный театр даст в нашем городе два спектакля Для маленьких кировчан конек-горбунок, для взрослых необыкновенный концерт Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных спектаклей На этом у меня все, встретимся уже совсем скоро и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней Организуйте свой досуг со вкусом! У микрофона была Светлана Удельная Культпоход